Здравствуйте, уважаемые коллеги! Позвольте поприветствовать вас от имени Национального медицинского следственного центра в тезиопульмонологии инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения Российской Федерации. Меня зовут Дмитриев Александр Сергеевич, я руководитель Центра эпидемически значимых инфекционных болезней. И сегодня мы поговорим про такое заболевание как бруцеллез. Хотелось бы отдельно поблагодарить наших коллег из Ставропольского края, которые помогали нам в подготовке материала. И хотелось бы также отметить, что Ставропольский край является одним из ведущих регионов по изучению бруцеллеза. Редко где можно встретить по стране отделения инфекционные, которые специализируются лечением именно бруцеллезных больных, бруцеллезные отделения. Для начала хотелось бы пару слов сказать о действующей нормативной базе. Основным документом, который у нас определяет профилактику распространения бруцеллеза является сейчас уже объединенное обстановление главного санитарного врача 2021 года, номер 4, САНПИН 3.368621, санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней. Именно 13-й раздел профилактика бруцеллеза. Также еще является действующим методическим указанием 2016 года МУК по эпидемиологическому надзору и лабораторной диагностике бруцеллеза. И что касается клинического ведения пациентов, в 2016 году научно-практическим советом Минздрава были утверждены клинические рекомендации КР-564 бруцеллеза взрослых, разработанной Международной ассоциацией специалистов в области инфекции. В настоящее время пока это является единственной действующей рекомендацией. В 2019 году еще были подготовлены клинические рекомендации Национальному обществу инфекционистов, но они не были утверждены и официально не вывешивались в рубрикаторе Министерства здравоохранения Российской Федерации. Так что такое бруцеллез? Бруцеллез или по-другому называют лихорадка мальтийская, средиземноморская, габриалтарская, кипрская, ондулирующая, тифамуллерийная, болезнь Банго. Это занозная инфекционная болезнь, вызываемая бактериями, объединен под общим названием бруцелла, с высокой потенциальной возможностью перехода в хроническую форму, характеризующуюся системным поражением органов и систем с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата нервной и половой системы. В кодировке МКБ бруцеллез имеет код А23 и определяет в зависимости от формы, какая форма здесь выделена, в зависимости от вида бруцелл. Здесь, к сожалению, техническая ошибка, здесь не видны кодировки. Что касается истории изучения бруцелла, то впервые бруцелла, как средиземноморская желудочно-рементирующая лихорадка, была описана в 1860 году врачом британской армии Марацином в период его пребывания на Мальте. Возбудитель сам был выделен в 1887 году из селезенки пяти погибших от лихорадки английских солдат на этом же острове бактериологом Брюсом, давшим название бактерии микрококус милитенсис. Впоследствии бактериальному агенту было присвоено за его имя. Заболевание стало известно как мальтийская лихорадка. В 2020 году сходные бактерии, выделенные из других животных, были объединены в один род и названы в честь Брюса Бруцелла. Называемое имя заболевания получило название бруцеллез. Так что, в принципе, само заболевание, хоть и существует достаточно давно, но его именно идентификация, отдельное его определение достаточно недавно появилось. Возбудители представляют собой аэробные и микроаэрофильные неподвижные граммоотрицательные бактерии рода Бруцелла. По международной классификации род Бруцелла состоит из семи самостоятельных видов, которые подразделяются на ряд биоваров. Патогены для человека являются четыре представителя. Самые известные это Бруцелла Мелитенсис, Бруцелла Абортус, Суис и Бруцелла Канис. Мелитенсис состоит из трех биоваров. На носителе являются козы и овцы. Абортус представлен семи биоварами. Основной хозяин является крупный рогатый скот. Суис состоит из семнадцати биоваров. Основной хозяин это свиньи. Однако носителями второго биовара являются также зайцы. Четвертого биовара – олени, а пятого – мышевидные грызуны. Бруцелла неотомы обнаружены в пустынных кустарниковых крыс. Овец выделяется от овец, а канис в соответствии с названием от собак. Выделено достаточно два новых вида Бруцелла – катаце и пенипиды, выделенные от морских млекопитающих, китообразных и ластоногих. Хотелось бы отметить, что сами Бруцелла относятся ко второй группе патогенности и работа с этим возбудителем должна проводиться в соответствии с правилами работы с микрогранизмами первой и второй группы патогенности. Само заболевание Бруцеллез также входит в перечень заболеваний, которые требуют проведения санитарно-эпидемиологических мер на территории Российской Федерации. То есть оно относится, если так выражаться по-старому, к особо опасным инфекциям группе. Поэтому в Роспотребнадзоре именно Бруцеллезом занимается отдел санитарно-охранной территории, который в том числе занимается всеми особо опасными инфекциями. Сами Бруцеллы отличаются выраженным полиморфизмом. Могут быть как шаровидные, таковальные и палочковидные, неподвижные, спор не образуют, жгутиков не имеют, грамма отрицательные, растут медленно очень на сложных питательных средах, поэтому бактериологические методы исследования не так распространены. Сами по себе Бруцеллы это внутриклеточные паразиты и антигенно-однородные. Отличаются значительно измеченности и переходят из С-формы в К- и Л-формы. Основными факторами патогенности Бруцелл являются липополисахаридный комплекс, эндотоксин, гемолизины, аденин и монофосфатогланин, ангибирующие энзимы, которые обеспечивают устойчивость бактерий к фагоцитозу. Бруцеллы достаточно устойчивы во внешней среде. Жизнеспособность они сохраняют в молоке до трех дней, в молочных продуктах до трех месяцев, в воде до пяти месяцев, в почве до трех месяцев, при низких температурах, замороженном туши свиньи, он может быть сохраняться до пяти месяцев, в засоленных шворах до двух месяцев, в шерсти до трех-четырех месяцев, в навозе до 120 дней. Что касается обнаружения в шерсти, здесь, конечно, и, скажем, в самом выяснении эпитонаммоза, здесь очень важно очень подробно выяснять эпитонаммоз пациента, потому что у нас был случай, когда единственной зацепкой к источнику заражения бруцеллами была подарена из необработанной шерсти шаль девочке и ее матерью, потому что никакие другие контакты с животными, с молочными, мясными продуктами, они все были отрицательные. Единственное, за что мы смогли зацепиться именно за подаренную из необработанной шерсти шаль. Ну вот на картинке основные источники в зависимости от вида. По степени вирулентности для человека милитенсис, бруцеллами литенсис является самой вирулентной. Кстати, кроме коз и овец бруцеллами литенсис является, основным хозяином является также и верблюд. Это к вопросу о наших путешествиях в африканские и арабские страны. Бруцелла абортус вирулентна, чуть менее вирулентна, но тоже от двух до трех крестов. И бруцелла суис и канис, они из четырех этих видов менее вирулентны. Хотя новые выделенные виды, которые поражают семейство полосатиковых дельфин, морских свиней, теленей также являются заразными. Мы с вами знаем, что сейчас достаточно распространено контактные виды бассейнов, зоопарков, когда могут быть контакты с дельфинами и другими морскими млекопитающими. И здесь, конечно, тоже нужно это учитывать при сборе эпидемиологического анамнеза. Пути распространения бруцелла многообразные. Выделяются они больным животным через все практически выделительные системы. Передача возбудителя бруцеллеза и заражения людей происходит как контактным, элементарным, реже аэрогенным, путем возможного сочетания. Факторами передачи от больного животного служит сырье животного происхождения, шерсть, пул, шкуры, мясомолочные продукты, инфицированные предметы ухода за животными, экскременты и другие объекты, инфицированные бруцеллами. Роль человека в передаче бруцеллезной инфекции биометического значения не имеет, поэтому пациенты могут находиться в отделении общего типа, не обязательно. Они должны быть помещены в бокс, но доказана возможность инфицирования бруцелла через плаценту, матери к плоду в период родов, а также при скармливании грудным молоком. Описаны единичные случаи инфицирования при переливании крови, пересадке костного мозга, заражении медперсонала во время проведения кесароисечения. И также описаны случаи при передаче бруцеллеза при половых контактах в суборужеских парах. Что касается распространения бруцеллеза в мире, здесь вы видите, что наибольшее распространение имеет бруцеллез в Азии и в Южной Америке, достаточно высокое, широкое распространение бруцеллеза, если говорим про европейский континент, это все-таки больше южные страны, которые имеют достаточно широко распространено у них скотоводчество, это Испания, Франция. И что касается африканского континента, здесь тоже в единичных странах, но я думаю, здесь проблем с диагностикой. Наибольшее распространение бруцеллез, как мы видим, имеет в Южной Америке и тоже связан с широким распространением скотоводства на данных территориях. Все мы с вами знаем и аргентинское мясо, и уругвайское мясо, и что данное, конечно, заболевание там максимально распространено. Если мы посмотрим на территорию Российской Федерации, то здесь также у нас имеются, скажем, характерные субъекты, в которых распространено животноводство. Наиболее у нас имеется, скажем так, наибольшее распространение у нас в республике, если мы идем с востока на запад, в республике Саха-Якутия, где достаточно широко распространено животноводство, а именно линиеводство. Это южные территории Дальневосточного, Физибирского федеральных округов, а именно Забайкальский край, республика Бурятия, республика Тыва. Большое серьезное распространение бруцеллеза у нас на Уральском федеральном округе, а именно Ханты-Мансийский, Ямал-Ненецкий федеральный округ, Атементская область. И классически уже у нас заболеваемость бруцеллезом достаточно высока в Южном федеральном округе, это в республиках Кавказа и Ставропольском крае. Что касается цифр заболевавших на слайде, они представлены. Вы видите, что в 2020 году у нас была некая пауза, но я думаю, что связана она больше с пандемией, новой коронавирусной инфекцией, с снижением активности в хозяйской деятельности и в диагностике инфекционных заболеваний. Но как только чуть успокоилось все и большее внимание началось удивляться вообще оказание медицинской помощи, вы видите, что сразу же в 2021 году заболеваемость вернулась практически к прежним цифрам. И что касается распространения бруцеллеза, это не пустая проблема. Достаточно недавно была вспышка бруцеллеза в одном из субъектов Приволжского федерального округа, именно острова бруцеллеза. Заболело 17 человек и выделено было бруцеллоабортус. Доказана этиологическая связь с крупным рогатым скотом. Из 4000 поголовья практически у 800 было подтверждено носительство бруцеллеза, и еще у достаточно большого количества эти данные были подозрительны. Поэтому это поволжье, где не настолько характерно было распространение бруцеллеза. Поэтому каждый субъект, где есть животноводство, может столкнуться с данным заболеванием, и всегда необходимо быть настороженным медицинским работником. Хоть и это занос, и бруцеллеза – чувствительно дикие животные, такие как зайцы, северные олени, но природных очагов инфекции как таковой нет. Распространен во многих странах мира, и вообще по миру до 500 тысяч случаев в год. В бруцеллез, как мы уже говорили, регистрируется у нас максимально в больших цифрах. Это все-таки в Южном и Северокавказском федеральном округе. Пути заражения мы уже с вами обсуждали. Часто заражаются ветероботники, терятницы, чабаны. Заражение может наступать и при контакте с мясом инфицированных животных. Чаще всего среди заболевших – это лица трудоспособного возраста – восприимчивость достаточно высокая. Инфицирующая доза составляет всего от 10 до 100 микробных тел. Постинфекционный иммунитет ненапряженный, и через 5-6 лет возможна повторная инфекция, реинфекция. Патогенезом заболевания – это входные ворота инфекции, являются микротравмы кожи, слизистые оболочки органов пищеварения, респираторного тракта. В месте внедрения возгудитель изменений не наблюдает. Далее наступает лифогенная фаза, фаза первичной латенции, гематогенная фаза, фаза гематогенного заноза, фаза полячаговых локализаций, фаза экзоочаговых обсеменений и реактивно-аллергических изменений, и фаза резидуального метаморфоза, фаза исхода или достаточных признаков. Возгудитель проникает в организм через кожу или слизистые оболочки пищеварительного тракта, реже дыхательных путей или конъюнктив. Вместо внедрения, как я уже говорил, никаких изменений не наблюдается. По лимфатическим сусодам он попадает в лимфатические узлы, затем в кровь, фагоцитируется макрофагами и нейтрофилами крови. При этом часть возбудителя погибает, освобождая при этом эндотоксины, вызывая как раз характерную для бруцеллеза лихорадку и озноб тела. А фагоцитоз при бруцеллезе носит незавершенный характер, поэтому возбудитель с током крови разносится по всему организму и концентрируется в органах, богатых макрофагальными элементами, а именно печень, селезенка, лимфатический узлы, костный мозг. Лимфогенная фаза соответствует по времени инкубационному периоду, гематогенная фаза клинически соответствует периоду острого бруцеллеза, развивается бактериемия, эндоксинемия, возбудитель заносится в различные органы, либо полисхоридный комплекс бруцелл и выработка медиаторов испаления обусловляет развитие именно клинической симптоматики острого бруцеллеза, а именно токсических и токсико-аллергических реакций и функциональных нарушений нервной системы. В основном это вегетативная нервная система. Фаза поличаговых локализаций соответствует клиническому периоду подострого бруцеллеза. Макрофагия с паразитирующими у них бруцеллами попадает в различные органы при гематогенной диссеминации, фиксируется в них. Этот процесс приводит к развитию органов специфических бруцеллезных гранулем. Гранулемы, представляющие собой вторичные полиорганные очаги инфекции, служат постоянным источником повторных волн бактеремии и токсинемии с формированием метастатических органных воспалительных очагов. Среди с нарастанием сенсибилизации организма и развивается реакция гиперчувствительности замедленного типа. Следующая фаза это фаза экзоочаговых обсеменений и реактивно-аллергических сменений. Соответствует период уже хронического бруцеллеза. В основе хронического бруцеллеза лежит длительное сохранение возбудителя в местостатических очагах с эпизодами повторной диссеминации и развития реактивно-аллергической реакции. Возможно формирование новых воспалительных очагов, связанных с первой очередь с аутиммуном механизмом. Бруцеллезные груцеллёмы рассасываются частично нагнаю. Это значительно реже подвергается фиброзирование или склерозирование с возможным развитием необратимых органических изменений. Более типичное развитие функциональных нарушений в различных органах следствия реактивного воспаления. Ну и фаза резидуального метаморфоза это фаза исхода и остаточных признаков. Сформировавшийся при бруцеллезе нарушение функционального и необратимого органического характера с развитием стойких хрупцовых изменений сохраняется в период реконвалеценции даже после полной сонации из организма. Классификация. В клинической практике мы с вами используем классификацию в зависимости от стадии процесса. Это острый бруцеллез до 3 месяцев, подострый до 6, вторично-хронический свыше 6 месяцев от дебюта острого начала и первично-хронический, когда начало заболевания уточнить не удается. На основании фаз инквационного периода выделено 5 клинических форм. Это первично-латентная, острая, первично-хроническая, вторично-хроническая и вторично-латентная. До сих пор используется классификация бруцеллеза, предложенная Рудневым. Острый бруцеллез по утяжести заболевания делится на легкие, средний, тяжелые, тяжелые. Подострый бруцеллез продолжительностью до 6 месяцев также делится на, в зависимости от стадии, на легкие, средний, тяжелые, тяжелые. Хронический бруцеллез в зависимости от поражений подразумевает висцеральную форму, а именно поражения сердечно-сосудистой, легочной системы, геп отлиинальной, костно-суставной или локомоторной формы, когда поражаются суставы, кости, поражения мягкого скелета, нервная система – нейробруцеллез с поражением центральной нервной системы, периферической нервной системы, психобруцеллез, урогенитальная форма, комбинированная форма и хронический бруцеллез микс в зависимости от комбинации с другими инфекционными заболеваниями. Резидуальный бруцеллез – это заболевание продолжительностью более 2-3 лет. В компенсации патологического процесса различают компенсированный, субкомпенсированный и декомпенсированный бруцеллез. Первичная латентная форма – это состояние практического здоровья. При ослаблении защитных сил организма, при ослаблении иммунного ответа, может превратиться в остросептическую или первично-хроническую метастатическую форму. Иногда можно вычленить у пациента какие-то микросимптомы в виде небольшого увеличения периферических лимфатических узлов. Иногда выявляется субфибрилитет, повышенная потливость при физическом напряжении. Пациенты считают себя здоровыми и сохраняют работоспособность. Остросептическая форма – это проявляется в виде лихорадки дофибрильных цифр, температурная кривая, волнообразная, неправильная, септического типа, с большим суточным размахом, повторным ознобом и подом. Самочувствие у пациентов, несмотря на лихорадку, остается хорошим. Могут при температуре 39 градусов даже читать, играть в шахматы, смотреть телевизор. То есть проявления интоксикации не так выражены. И отсутствуют другие признаки интоксикации. Сама эта форма не угрожает жизни больного и даже без этиотропного лечения может закончиться выздоровлением. Острая форма протекает по типу токсико-бактериемической инфекции. Лихорадки характеризуются реимитирующей лихорадкой со знобами, проливным потом, полимикроденопатии, гептоспленомегалии, полиартерной нейромиалгии. Все группы лимфоузлов умеренно увеличены, некоторые чувствительны. К концу первой недели увеличивается печень и селезенка. В крови мы можем выявить ликопению. Соя при этом не изменена. Без антибактериальной терапии длительность лихорадки может сохраняться до 3-4 недель и более. Подострый бруцеллез является следующей стадией острого бруцеллеза. Характеризуется появлением очагового поражения органов систем инфекционно-аллергического и септико-метастатического характера на фоне клинических проявлений бактериемической инфекции. Лихорадка, ознобы, пота, лимфоденопатия, гептоспленомегалии. При развитии острого бруцеллеза на сенсибилизированном фоне отмечается раннее вовлечение в патологический процесс. Преимущественно опорно двигательной, нервной, половой и других систем с развитием воспалительного процесса инфекционно-аллергического и септико-метастатического характера. Вторично хронический бруцеллез длительностью более 6 месяцев. Это следующая стадия, которая идет за острым или подострым бруцеллезом. Характеризуется появлением или обострением воспалительных процессов пораженных органов. Признаки токсико-бактеремической инфекции могут быть умеренным или отсутствовать. Критерии постановки диагноза – это наличие ранее острой или подострой стадии в анамнезе и подтверждение лабораторными методами. Первично хронический характеризуется вялым торпидным течением в виде воспалительных процессов пораженных органов. Признаки токсико-бактеремической инфекции также могут быть умеренным или даже отсутствовать. Критерии постановки диагноза – это отсутствие острой или подострой стадии в анамнезе, но имеющиеся лабораторные подтверждения бруцеллеза. В эндемичных очагах в связи с нестойкостью иммунитета и возможностью повторного реинфицирования целесообразно еще уделять повторный бруцеллез. Суперинфекция – это повторное заражение на форме продолжающегося инфекционного процесса, в том числе, может быть, и другим видом бруцеллы. Реинфекция – это повторное заражение после завершения предшествующего инфекционного процесса. Повторный бруцеллез может протекать в любом виде. Сами системные поражения при бруцеллезе могут быть в зависимости от той системы, которая получила максимальное повреждение. Что касается порно-двигательного аппарата, может протекать в виде септических моноартритов, асимметричных полиартритов коленного, тазобередра, плечевого, сокрылиального, грудиноключичного соединения, остеомелита, позвоночника, миалгии. При поражении сердечно-сосудистой системы мы можем различать привы больных с бруцеллезом, как эндокардит, миокардит, перикардит, абсцесса корня аорты, тромбофлебиты. Эндокардит, причем, может развиваться на неизмененных ранее клапнах. Поражение дыхательной системы проявляется в виде бронхитов и пневмоний. Поражение ЖКТ в виде безжелтушного гепатита. При поражении мочеполовой системы мы выделяем эпидемиты, архиты, простатиты, мощи интубов, реальные абсцессы, сальпингиты, цервициты у женщин и острый пиелонефрит. Центральная нервная система поражается различными нейропатиями, а также менингитами, энцефалитами, менингоэнцефалитами, миелитами, церебральными абсцессами, синдромом Гиена-Барре, атрофией зрительным нервом, поражением различных пар нервов. Лимфатические узлы селезенка поражаются в виде лимфоаденита. И также может быть поражение глаз в виде кератита, язвы роговицы, увииты, эндофтальмита. Осложнения нечастые, но может быть развиться вторичный эндокардит. В большинстве случаев при адекватном и современном лечении бруцеллез заканчивается полным выздоровлением. Критерием которого является стойкой отсутствии основных клинических проявлений бруцеллеза в течение последних двух лет. При отсутствии лечения летальность может достигать до 3%. Резидуальный бруцеллез это то, с чем мы сталкиваемся у пациентов, перенесших бруцеллез, а именно сохраняется он уже при отсутствии возбудителя. И основные характерные нарушения функционального характера и в средстве иммуно-аллергической перестройки расстройств вегетативной нервной системы. Именно головной боли, слабости, снижение работоспособности, потливости, раздражительности, изменение нервно-психической сферы, артерологиями, иногда субфибрилитет вегетативного генеза. Это, конечно, тоже достаточно большая проблема, требующая комплексного подхода. Сам по себе прогноз для жизни благоприятен, но уровень здоровья, работоспособности, качества жизни при послепренционном заболевании в той или иной степени снижается. И изменение поронвигательного аппарата, такие как деформация суставов, контрактура, атрофия мышц, в ряде случаев требует определения группы инвалидности. И если это случилось у пациента, который получил заражение в сходе профессиональной деятельности, то здесь, конечно, потребуется признание профессионального заболевания. Что касается диагностики, кроме стандартного общего анализа крови, биохимического, включающего терапевтический стандартный набор определения ревматоидного фактора цирреактивного белка, рекомендовано, несмотря на низкую эффективность, все-таки проводить бактериологический метод с клиническими симптомами бортолиоза. При проведении ПИТ-расследований важно проведение сирологических и иммунологических методов реакции. То есть это реакция агглютинации пластической хидельсона, РПГА, ИФА, кожно-аллергические пробы Бюрне. Здесь очень важно, что не рекомендуется проводиться у пациента с подозрением на острый бруцеллез. Для диагностики острого и подострого проводят реакции агглютинации, реакции прямой агглютинации, гемагглютинации. В случае отрицательного результата используют реакцию КУМПСа, также может быть использован иммуноферментный анализ. Для проведения и для диагностики хронического бруцеллеза и диспансеризации за переболевшими также используется реакция КУМПСа, ИФА и аллергические тесты. Мониторится нарастание титра антител в парных сыворотках в остром периоде или в периоде выздоровления, а также повышение уровня губулина G и M, что указывает на наличие бруцеллеза. Ну и, как золотым стандартом сейчас во всех, в большинстве диагностики инфекционных болеваний, является ПЦ-расследование при подозрении пациента на хронический бруцеллез и проявление у него клинических инфекций. Сирологическая диагностика, реакция РАИТа, реакция связанного комплимента, реакция непрямой гемоглютинации, реакция иммуноферриф, определение нарастания титра специфических антител в парных сыворотках, минимальный диагностический титр это 1 на 200, реакция РАИТа наиболее информативна при остром бруцеллезе, при хронической форме заболевания, кроме того, может выявляться неполное антитела в реакции КУМПСа. Положительные результаты ФАС с бруцеллезным антигеном класса М, это выявляет нам острый бруцеллез, и класса G и А, это хронический бруцеллез, суперреинфекция на фоне хронического бруцеллеза. Сама по себе внутрикружная проба Бюрне проводится стандартно, но в последнее время на территории Российской Федерации, конечно, существует проблема с бруцеллином, с его наличием. Итак, подтверждающими тестами диагнозом бруцеллез является выделение гемокультуры бруцелла, положительный результат ПЦР-тестирования, диагностические титры реакции агглютинации 1 на 200 и выше, и 4-х кратное увеличение титров динамики, обнаружение противобруцеллезных антител класса М методом иммуноферментного анализа, и обнаружение низковидных антител класса GVFA и комплекс положительных сирологических тестов. Что касается самого бруцеллеза, учитывая его выраженный иммуноаллергический компонент, конечно, здесь нельзя полагаться на какую-то одну сирологическую реакцию, здесь необходимо проводить весь комплекс сирологических тестов, которые вам доступны. В стандартном исследовании мы видим лейпопению с относительным лимфоцитозом, увеличение соя, изменения не зависят от тяжести и течения заболевания, при поражении мыть-половой системы могут выявляться лейкоцитурии, микропротенурии, микрогематурии, в биохимическом анализе крови повышается активность АЛТСТ, билирубина за счет прямой фракции, гепатит бруцеллезной теологии достаточно редко выявляется, но и при поражении центральной нервной системы могут быть признаки сирозного, менингита, бруцеллезной теологии. Инструментальные исследования зависят от очага поражения бруцеллезной инфекции и, конечно, здесь нужно максимально широко использовать все возможные методы диагностики. Это и узи органов брюшной полости, загрешенного пространства, рентгенографии суставов позвоночника, особенно для выявления при хроническом бруцеллезе, при выявлении кореники сподилита, диагностика поражения сердца в виде электрокардиографии и эхокардиографии, УЗД сосудов головного мозга, компьютерная томограмма, МРТ позвоночника для выявления поражения костномышечной системы. Что касается лечения, основной момент это, конечно, теотропное лечение и оно достаточно проблемное. Дело в том, что тяжело добиться проникновения антибактериальных препаратов как в гранулемы, так и в органы, которые поражаются бруцеллами. Стандартным лечением является применение рифопицина в дозировке 600-900 мг и доксициклина 200 мг ежедневно на протяжении как минимум 6 недель, то есть 45 дней это минимальное назначение. Используется следующая схема для лечения острого, подострого и хронического бруцеллеза, то есть комбинация это тетрациклин с миногликозидами, тетрациклин, рифопицин с катримоксозол или катримоксозол, хлоронфинекол или миногликозид, тетрациклин или фторхиналоны. Не рекомендуется проводить монотерапию антибактериальными препаратами. То есть даже существуют подходы, когда производят схему антибактериальных препаратов, но сама общая длительность лечения составляет не менее 6 недель и одной схемой лечения оно проводится также не менее 2 недель. То есть суммарно это должно составить не менее 6 недель. Что касается международных рекомендаций, у CDC, у Американского центра по контролю заболеваний, тоже есть свой гайдлайн по бруцеллезу, обновленном в 2017 году. Рекомендуют они комбинацию также доксициклина и рефампицина длительностью до 6 недель. Если противопоказан тетрациклин, рекомендовано его заменить на катримоксозол. У детей рекомендуется применение катримоксозола также от 4 до 6 недель. Что касается рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, доксициклин, здесь немножечко попроще, учитывая, что рефампицин не везде доступен, то здесь рекомендуют доксициклин с рефампицином в течение 15 дней. Альтернативным лечением является также, когда есть доступность, это комбинация доксициклина с рефампицином в течение 6 недель. Стрептомицин можно заменить гентомицином. Для детей это комбинация, включающая катримоксозол в сочетании с аминогликозидами. Стрептомицином или гентомицином, или римфобицином. Диспансеризация проводится в течение 3 лет. Проводят ее врачи-инфекционисты. При необходимости подключаются неврологи, терапевты и другие специалисты, которые в зависимости от пораженных органов. Сама профилактика, кроме санитарно-гигиенической профилактики, возможна профилактическая прививка у лиц высокой группы риска. Но на короткого действия, около 2 лет, возможно применение у работников животноводческого хозяйства. Массовые профилактические прививки животных не дали ожидаемого результата. Спасибо большое за внимание.